Всем привет! У нас на обзоре сегодня очередная новинка от Amode. Подобный автомобиль уже у нас был на обзорах. Это Amode S5, но только сегодня у нас автомобиль с приставкой GT. Давайте разбираться, чем он отличается. Первое основное отличие во внешности это, конечно, передняя часть. Она очень сильно напоминает нам один японский автомобиль. Вот эта, вот эта галочка. Это прямо копия Lexus, мне кажется. Но, по крайней мере, я так вижу. Если, конечно, эти два автомобиля стояли бы рядом, есть отличия, но бегло можно сразу заметить, что дизайнеры вдохновлялись именно этим автомобилем. Оптика полностью светодиодная. Как и во всех китайских автомобилях, огромное множество различных систем безопасности. Система удержания в полосе, адаптивный круиз, видеорегистратор и прочая-прочая куча разных датчиков, которые есть всегда во всех китайских автомобилях. А Amode S5 GT это не исключение. Совершенно новые диски, они стали намного больше, изменилась у них форма, добавились накладки на суппорта. Это придает некой спортивности этому автомобилю. Но, на самом деле, просто сильно бросается в глаза и выглядит, как слегка инородное что-то на этом кузове. Потому что сам по себе автомобиль серого цвета, абсолютно нету нигде хрома, черные вставки, черные зеркала. Это выглядит, кстати, современно и стильно. И вот эти оранжевые накладки. Кому-то может это понравиться, кому-то нет, но лично мое мнение, что они здесь не нужны. И вот эта псевдо-спортивность, она, как и фейковый выхлоп, просто фейк. Ну и к теме выхлопа, он так же, как и на Amode S5 остался фейковый, но теперь здесь раздвоенный а-ля спортивные трубы. Оптика осталась прежней, сплошной монофонарь. И так же, как и в любом другом китайском автомобиле, открыть багажник мы можем, но закрыть, к сожалению, не получится. Нужно обязательно браться за крышку багажника, так как нету обычной простейшей ручки. Я не знаю, что нужно делать, хотя бы допом, если бы продавали ее, мне кажется, каждый готов был бы купить, потому что это очень неудобно. Сам по себе багажник достаточно большой, но, как и обычно, на китайских автомобилях нету ни одного крючка, нету никаких дополнительных ниш. Запаска здесь, докатка, набор инструментов, небольшой кусочек шумоизоляции, ну и, собственно, все. Сейчас попробуем сложить сиденье. Блин, для того, чтобы сложить сиденье, здесь оно не делится, оказывается, в соотношении 60 на 40. Нужно сначала вызернуть рычаг с одной стороны и потом с другой. И только после этого у нас сиденье складывается и, конечно же, не в ровный пол. Будет ступенька, как и на многих китайских седанах. Если сравнить интерьер обычной моды S5 и GT, то у GT он, конечно, намного современнее. Все решения, которые здесь есть, это современные решения, потому что S5 это как будто машина, которая уже требуется рестайлинг. И есть вероятность, что рестайлинг это и есть вот эта машина, но только без спортивных акцентов в виде оранжевых ремней, оранжевых вставок по всему салону, карбона и прочих вот этих спортивных штук. Если разобраться, то что панель, что руль и управление, все кнопки, это все очень похоже на моду C5. Все это работает, все это проверено. Голосовой помощник, перевод, все обозначения, все это мы уже много раз показывали. Это все сделано классно. И особо заострять на этом внимание не хочется. Больше хотелось бы на самом деле проехать на этом автомобиле более динамично, посмотреть, как она себя, эта машина ведет на дороге. Потому что помимо всех визуальных изменений, здесь самое вообще главное, это то, что здесь двигатель 1.6, а не 1.5, как на обычной S5. И то, что здесь коробка роботизированная, а не вариатор. Соответственно, эта машина сделана для более динамичной езды. Но из парадокса, то, что 1.5 147 лошадиных сил, а 1.6 150 лошадиных сил. По этим показателям должно быть вроде бы как, динамика должна быть одинаковая, но так как здесь роботизированная коробка, мы должны намного быстрее ехать. Потому что робот, он сам по себе переключает быстрее, и машина на нем как-то ведет себя более агрессивно всегда. Это не только на китайцах, но и вообще в принципе роботизированной коробке ставят на все спортивные машины. На M и прочее. Хоть это и несравнимо, конечно. Несмотря на то, что производитель в своих рекламных брошюрах утверждает, что в S5 GT очень сильно улучшилась шумоизоляция, могу сказать, что сейчас очень сильно шумят арки. У нас стоит зимняя резина, только переобули машину. И сильный гул, который я слышу из-под колес, он прям отчетливо слышен в салоне. Ничего больше не скрипит, не гремит, не хрустит. Все здесь собрано хорошо. Но именно вот гул из подарок, его, конечно, он аж, мне кажется, как будто перебивает меня, когда мы едем за рулем. Но так будет на многих машинах, так было и раньше, и на корейских машинах. Это, к сожалению, такая особенность, которую производители многие почему-то не учитывают. То, что при переобувке машина начинает просто становиться мега шумной. Такой вопрос, мне кажется, можно исправить с помощью шумоизоляции арок. Потому что, да, мне кажется, без этого просто нельзя, потому что очень сильно шумно. Интересно, будет на камеру слышно. Вот сейчас мы едем. И вот сейчас мы останавливаемся прям до полной остановки. Прям тишина, да? Блин, зимняя резина, это ужас. Еще одним минусом является то, что автомобиль переобули, а мы хотели замерить и вообще посмотреть, как он себя будет вести при динамичной езде. И у нас при любом малейшем нажатии на газ сразу же пробуксовывают колеса. Вот только с 50 мы можем ускориться. Слушай, но по динамике, конечно, классно. Ускоряется вот с 50 без букса прям отлично. Я думаю, что со старта будет не хуже. Производитель заявляет, что 7,5 секунд. Я думаю, что при замере мы сейчас посмотрим. Мне кажется, цифра будет где-то в районе 8,5. Плюс еще мы будем пробуксовывать. Может, чуть-чуть побольше. Но динамика прям сильно отличается, особенно от машин с вариатором. Потому что робот, он как будто как-то... Во-первых, коробка не в бережном режиме стартует. То есть он прям сразу жестко. А когда мы едем на вариаторе, он как будто его немножко бережет. Сам себя точно. Итак, мы подключили прибор. Сейчас попробуем разогнаться. Что, начинаем? Включаем режим. У нас здесь три режима. Eco, Normal, GT, Boost. Вот с него и начнем. Я думаю, что из-за плохого зацепа мы сейчас долго будем буксовать и сильно много времени потеряем. Погнали. 9,5 секунд. Это много. Давай-ка еще разочек. 9,3 секунды. Первый наш замер получился неправильным. Почему-то прибор показал, что мы ехали либо под углом в ту сторону, либо наоборот. Умный прибор. Очень удобно. Очень много раз на ютубе я видел то, что в эко-режиме машина намного динамичнее, чем в быстрых режимах. Давайте попробуем на эко. Еще разочек. Вот, эко. Стартануть. Так, нажимаем ресет. И погнали. 9,7. Нет. Все-таки теория неверна. Я заметил то, что на эко-режиме скорость переключается намного быстрее. То есть, не крутится вообще двигатель. Если мы на бусте нажимали на газ, то у нас практически до отсечки, и потом было переключение. На эко у нас где-то на 4, на 5 тысячах уже переключалась коробка. И поэтому сразу почувствовалось, что был какой-то некий провал в ускорении. Само собой, что для этого автомобиля это сильно большой разницы не играет. Никто не будет ездить не на бусте, а на максимум на эко, либо на норму. Хотя, с другой стороны. Вот сейчас на норму попробуем. На норму, в принципе, очень похоже на буст. Но все равно, как будто не так сильно крутится. Чуть-чуть не хватает до отсечки. По подвеске. Это абсолютно не спортивная подвеска. Она достаточно такая, скажем так, у нее большой ход. И она очень сильная. Эта машина раскачивается на больших скоростях. У нас дорога была не супер ровная. Такая, какой-то волной. И это очень сильно чувствовалось. То, что машина прям не стоит на дороге. А именно, вот, повторяет все за дорогой. И получается некоторая раскачка такая. Само собой, это было предсказуемо. То, что это не спортивная машина. Но все-таки я думал, что будет подвеска немножко пожестче. И машина будет более устойчивая. Но, к сожалению, есть прям ощущение просто, что на обычную Amodo S5 рестайлинг поставили другую коробку и другой двигатель. И она стала просто немного динамичной. Для городской езды, конечно, это удобно. На роботе меньше расход. Многие роботу доверяют больше, чем вариатору. Многие наоборот. Но я лично, вот, по моему опыту, робот с мокрым сцеплением, мне как-то у меня больше доверия вызывает. Но и к вариатору такого прям негативного отношения нет. Если его правильно обслуживают, то, в принципе, будет отходить тоже долго. Посадка оказалась достаточно удобной. Не во всех китайских машинах я могу сесться так, как мне нравится, как мне удобно. Здесь у меня это получилось. Сидение получилось опустить максимально вниз. И в целом я на этом сидении умещаюсь. Оно достаточно с такой большой подушкой. Не висят колени. Есть поддержки. Боковая поддержка. Она хоть и мягкая, но все равно держит. Сами по себе сидение здесь из кожзаменителя. Не могу сказать, что он плохого качества. Он достаточно мягкий. И, в принципе, на ощупь нет такого ощущения, что вот он прям какой-то пластиковый. И что в ближайшее время весь потрескается, развалится. Я думаю, что 1100, как и на многих автомобилях, он проходит. Потом нужно будет делать какой-то локальный ремонт. Но в целом сам по себе материал не отвратительный. Пластик достаточно мягкий. На дверях, на торпеде. Здесь же есть такая строчка. И она, кстати, настоящая. Оранжевая тоже прошита. Но это прошитый пластик, само собой. Хоть и на мягкий. Ничего не скрипит. Собрано хорошо. Климат-контроль здесь на сенсорных кнопках. Это не очень удобно, если делать какие-то манипуляции на ходу. Но, в принципе, он дублируется на экран. И на экране можно делать. Хотя тоже сильно отвлекаешься от дороги. Короче, нужно регулировать вот эти все вещи, пока стоишь. И потом уже ехать просто. Не отвлекаясь от дороги. Мне нравится то, что мы перешли к тому моменту, когда производители начали убирать глянец, рояльный лак и вот эти все штуки из салонов автомобилей. И начали их заменять какими-то другими материалами. Здесь из глянца только климат. Но, само собой, экраны, которые, кстати, нужно сразу же чем-то заклеить. Я думаю, что на эти дисплеи наклейку приобрести очень легко. Даже на Озоне, мне кажется. Не то, что уж на Алиэкспрессе, а на каком-нибудь Озоне. И вот такие вот вставочки, похожие на карбон, точнее. Прямо... Ну, карбон как будто. Они глянцевые, но на них не остается следов. Выглядят очень стильно и при этом практично. Такое решение намного удобнее, чем рояльные вот эти все лаки. Очень удобно сделана центральная консоль как раз для моей манеры вождения. Потому что здесь вот сбоку есть такая обработка тоже из искусственной кожи. Очень мягкая. И я как раз в нее упираюсь ногой. Есть у меня какая-то привычка, что я всегда упираюсь в панель ногой. На некоторых машинах практически невозможно ездить из-за того, что там что-то давит. Здесь наоборот. Это располагает прямо к тому, чтобы проехать большие расстояния без каких-то проблем. Я думаю, что у него одного у меня такая привычка. В общем, это очень классно. Нету парящей панели. Во многих седанах ее нет. Здесь это не исключение. Очень удобная шторка. Здесь ниша. Ниша достаточно глубокая, но, к сожалению, она без коврика снизу. Либо его сюда не положили дилеры, когда подготавливали автомобиль, либо его не положил производитель. Нужно, в общем, придется тогда самому что-то туда вырезать. Потому что очень удобная ниша для телефона. Для того же самого. Или, например, я даже не знаю, что можно. Да можно что угодно туда положить, потому что здесь есть USB, Type-C и обычный, и есть розетка. Что-то можно заряжать, в общем, но так как здесь нет коврика, будет все это шуметь вот так. Подстаканники. Два штуки. Очень удобные. Здесь зажимы для того, чтобы стакан не болтался. Есть также коврик. Мне кажется, что все-таки там просто его кто-то куда-то украл. Потому что не может такого быть, что здесь есть, здесь нет. И вот, например, беспроводная зарядка, она тоже с вот таким ковриком идет. Могли бы и здесь тогда не класть. Непонятно. Также вставки карбоновые, электронный ручник, автохолд. Есть шайба, кстати, для управления мультимедией. Шайба удобная, она же позволяет выключать мультимедиу. Здесь есть кнопка мод, которая переключает режимы EcoBoost, Sport Normal и так далее. Кнопка включения-отключения датчиков парковки, которая здесь спереди и сзади. и, соответственно, включения, обогрева в сидении. Если нужно включить вентиляцию, то это нужно будет делать уже в меню. Кстати, вентиляция. Это вентиляция, да? Да, это вентиляция. Короче, вентиляцию мы включаем на бортовом, а обогрев здесь. И смотри, я его включил, здесь нигде не обозначает. Интересно. Вот такие вот есть некоторые особенности. Опция, о которой я не перестану говорить в каждом автомобиле, в котором она есть, это ионизатор, очиститель, так называемого воздуха. Очень классная штука, и она реально рабочая. Немного непонятна форма подлокотника. Он, в принципе, достаточно широкий, но глубоко вынесен. И получается, что даже я, с учетом того, что я нормально так раскинулся, почти на самом конце подлокотника умещаюсь. То есть пассажир, он будет вот так сидеть. Либо не будет пользоваться подлокотником, потому что он просто глубоко. Сам по себе подлокотник, снизу, кстати, тоже есть коврик, значит, все-таки, наверное, все-таки там убрали его. Либо производитель, очень странно как это делать. Он неохлаждаемый и достаточно глубокий. То есть он заходит сюда еще, под зарядку. Вот так. Никак он не закрепляется, не шумит. В принципе, нормально. Уселся сам за собой. Что можно сказать? Место здесь впритык. Я вот, сколько, ну, прям сантиметр, буквально до водительского кресла. Есть выемка такая, как раз если вот сесть прямо впритык. Сзади стеклоподъемники, ручки с доводчиками, обогревы задних сидений, один USB-порт, подлокотник. Это немаловажно, потому что есть машины, которые стоят намного дороже, но при этом отсутствует подлокотник сзади. здесь подстаканники. Есть небольшой центральный тоннель, но в целом втроем можно прямо усесться. Даже три таких плотных, скажем так, человека смогут уместиться. Смотрите, хотел сейчас выключить свет, и такое здесь есть некоторое движение потолка. Не очень это, конечно, но как-то нет такого, да, что он долбит, и в принципе нет какого-то... Это, наверное, провисание из-за того, что люк туда уходит, вот этот. Ну да, точно. Поэтому здесь такая, получается, незакрепленная штука. Это просто особенность из-за люка, который, конечно же, честно, он... Вот мы сели в этот раз в эту машину и обратили вдвоем внимание то, что этот люк выглядит слегка смешно. Мне кажется, он вообще не нужен в этой машине. После вот этих огромных панорамных крыш стеклянных, это просто какая-то смешная стекляшка, которая, в принципе, ее отсутствие вообще никак не повлияло бы на внешний вид салона, и, наверное, даже в салоне бы выглядело это все современнее, чем это и есть вот сейчас. Люк, конечно, как будто просто уже люк это какое-то что-то на старом, прям реально, да, не нужен. Единственное, почему мы его открываем, потому что в салоне становится светлее и снимаешь, когда для кадра это лучше. Пока еще остались свежие ощущения от Amoda GT. Сейчас попробуем проехать просто на турбированный 147 лошадиных сил на вариаторе Amoda S5 и посмотрим, попробую передать вам вот эту вот разницу, но внешне вы уже в принципе все видите, то что она другая совершенно. Ребят, смотрите, центральная консоль в принципе очень похожа, много глянца и смотрите, здесь также нету коврика. Все-таки, скорее всего, его нету сразу с завода. Это очень странно, и, кстати, здесь USB и розетка поменены местами, там немножко по-другому. В остальном беспроводная зарядка, подстаканники, управление аудиосистемой, все на тех же местах, другой руль совершенно, другая торпеда. Я не могу сказать, что плохая графика или что-то, но согласитесь, в GT-шке это выглядит слегка современнее. Хотя здесь тоже достаточно комфортно. Сидения в принципе по ощущениям те же, стеклоподъемники, все то же самое. сейчас попробуем, посмотрим, какая динамика в автомобиле. Это, в принципе, и есть, наверное, основное отличие, почему мы решили проехать на вот этой Amodi S5, не GT. Рычаг как на семерке. Основной показатель это, когда мы выезжали из-за поворота. Хотя здесь тоже пробуксовка есть. да тоже едет, если честно. Я не могу сказать, что прям плохо, но со старта немножко более плавно, как я и говорил. Вот сейчас попробуем. Ты видел? Ощущение, как будто привязали что-то к машине, а потом, смотри, поехала. И она тащит за собой огромный самолет какой-то, тяжелый. Сначала такой прям очень плавный старт, но потом такая же динамика в принципе на скорости. Я не могу сказать, что какое-то есть отличие по подвеске. Все абсолютно то же самое. Немножко валкая подвеска. Хотя ревет, как будто двигатель сильнее за счет того, что вариатор имитирует переключение. Видимо, здесь это происходит немножко по-другому. По самой динамике все плюс-минус похоже. Хоть там объем 1.6, 1.5, сильно большой разницы нет, но старт очень плавный. Вот сейчас прям пробуем. Смотри. Это я в пол жалко, но зато потом, как едет, практически не пробуксовывает. Еще разочек. Нет, сзади машины есть? Нет, таки есть. вот даже сейчас. Как-то плавно трогается. А, и нет подрульных лепестков. Когда их нету, они обязательно, захотел я их обязательно проверить. Когда они есть, даже забывать, что они там есть. Но я думаю, что сильно многое не поменялось с ними, с их наличием. Камера 360, как и в GT, так и здесь, с отличной графикой, динамическая разметка, все то же самое. Я думаю, что это даже не менялось вообще даже. Потому что абсолютно та же графика, но она очень сочная, реально видно все хорошо. Но звуки парктроника другие. И, кстати, вот этот селектор мне показался удобнее. И ни один, я так считаю, я видел в ютубе мнение, что вот этим селектором переключать удобнее. Но он просто такой, другой формы немножко. но все-таки GT-шка посовременнее выглядит внутри. Уже пора рестайлин делать. И вот он уже собственно и приехал. Мы уже знаем, как он будет выглядеть в будущем. Что можно сказать про Amodo S5 GT? Честно могу сказать, что это автомобиль просто как доработанная Amodo S5, которая стала намного быстрее, намного восприятие самого автомобиля стало дороже. То есть нам до этого говорили, что это седан C-класса и он до C-класса не дотягивал. сильно был похож на Rio Solaris. В общем, казался меньше. Сейчас автомобиль намного лучше оснащен, намного интереснее выглядит внутри, снаружи, стал быстрее. И действительно можно уже считать, что это все-таки полноценный седан C-класса. И а-ля спорт вставки, вот эти все вещи спортивные, они, я не могу сказать, что они мне нравятся. Мне кажется, что без них было бы намного интереснее. Сам вот этот серый цвет, отсутствие хрома, черные диски, если бы все это было в строгости, было бы как-то, мне кажется, но это на мой взгляд, опять же, более подходящий для этого автомобиль. Автомобиль на обзор нам предоставила компания Asia Motors, это официальный дилер Amoda и GQ в Саратове, ссылку на них я оставляю в описании. Спасибо, что посмотрели это видео, всем пока! Субтитры